Привет, любимые! Вы на моем YouTube канале с психологом-нутрициологом Аленой. Сегодня мы с вами говорим про восстановить печень. Можно ли восстановить печень и есть ли продукты для хорошего функционирования печени. Да, реально, печень и ее функция это супер важная вещь. Печень это железа, которая выполняет основополагающую роль в пищеварении. В печени вырабатывается желчь, желчь содержится в желчном пузыре и поступает в 12-перстную кишку. В общем, тут происходит куча-куча всего. Я рассказывала о хранении витаминов, минералов, она фильтрует кровь, иммунологическая функция, производство альбумина, синтез многих веществ. И тут бывают некоторые физические воздействия, травмы, воспаления, чрезмерные физнагрузки, токсины, инфекции, грибы. В общем, куча-куча всего. Есть ли то, что может помочь? Да, действительно, может помочь многие-многие вещи, которые я сегодня назову. Симптомы нарушения в печени это боли, это желтушность, головные боли, сухость кожи, потеря веса, боли в правом боку, повторяющиеся приступы тошноты. И причины часто это жареная пища, лекарства, ожирение, генетика, вирусы, аутоиммунные нарушения, дефицит белка, дефицит витаминов группы В, В12, фолиевой кислоты. В общем, хроническая интоксикация, тяжелые металлы, ксенбиотики, куча всего. И чего надо-то, чего печень-то любит, я вам сейчас расскажу, и вы просто забудете об этой вещи, как о страшном сне. Потому что это должен знать каждый, не в аптеке печень новая не продается. В общем, ваша печень обожает зелень. Чтобы предотвратить накопление жира, брокколи, не брокколи, любая зелень помогает восстанавливать печень. Потребление большого количества зелени может помочь с общей, не только потерей веса, но и с работой различных групп. Авокадо с высоким содержанием здоровых жиров, они богаты клетчаткой, которые может тоже вам помочь. Рыба, кофе, грецкие орехи, все эти супер важные вещи. Только кофе не сладкий, с фильтром это важно. Он может помочь с фиброзом печени. Кофе повышает уровень антиоксидантов в печени и одновременно уменьшает воспаление. Плюс черника, это вообще супер вещь. Плюс крестоцветные овощи, они вообще как антиоксиданты, они увеличивают естественные ферменты. Каши в цельных нормализации функции ЖКТ могу говорить только про гречку. Честно говоря, другие я не использую и вам не рекомендую, это очень индивидуальная вещь, о ней надо говорить личность человека. Яйца и подсолнечник, это источник серы и лецитина. Зеленый чай, цикорий, кофе, ромашка, свекла, свекла. Это супер вещь для печени. Что убивает печень, это понятно, соль, алкоголь, сахара, красное мясо в большом количестве, белый хлеб, рис и макароны. В общем, детекс-вода, это супер важная вещь, она очищает лимфу и печень. Детекс-вода, это лимон, лайм, мята, черника, апельсин. В общем, вот такие маленькие вопросики очень важно для себя включать ежедневно и создавать себе хорошее настроение, хорошее состояние и движуху. Надеюсь, вы на моем канале уже давно и вы понимаете, что печень зависит от многих вещей, в том числе от здоровья всей системы. То есть, если мы с вами говорим про убитый кишечник или там забитая лимфа пошла или грибковая загрузка, опять будет печень вывозить все это. Поэтому печень, любите свою печень. Добавки и травы для печени, это куркума, расторопша, экстракт виноградных косточек. Все это супер работает для вашего состояния. Пишите вопросы.